Девушки отдыхают Очень много денег в спортлату Моя тетя-почтальонша сказала, он целую четыре цифры угадал А сколько он выиграл? Не знаю, этого она не говорила Не меньше тысяч, он теперь себе классную моторку купит После обеда на площадку придете? Нет, у нас сегодня тренировка будет Вечно у вас тренировка Бежим, а то опоздаем Прикинь, ты иди в сад Мать, ты слушай Мы лучше с тобой поедем Придумала тоже В садике сто раз веселее Субтитры подогнал «Симон» 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 Благодарю Пачку сигарет и одну бутылку молока Хочешь конфетку попробовать? Спасибо Ну, а ты бы что купил, если бы выиграл? Большой грузовик и друга Чтобы не было скучно Молодцом Вырастешь большой, возьму напарником Расти быстрей. Залимай! Давай! 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 Ну что, мать, можно мне с ребятами поиграть? А кто принесет домой молоко? Садик нельзя, потому что мама не работает и сама не играет. В правых это репляешь, подите сюда. Я вам что-то покажу, если вас заинтересует. Хорошей, купили ему велосипед. Погоди, все расскажу твоему отцу. Идем. Негодяй, идем. Вот, шмидки опять уже ищут домработницу. У них каждую неделю новые объявления. Где их объявления? Здесь, здесь. Дайте, пожалуйста, очки. Пожалуйста. Свои я дома забыла. Подойдут ли они вам только, не знаю. Погоди. Погоди. Я тоже повесила объявление. Извините, пожалуйста. Мне пора. Что это с ним? Ну иди. Где ты пропадал, Мати? Никак не дождаться молока. Напиши мне знаешь, что ли? Некогда. Но мне нужно. Моня и Габи сидят голодные, их надо накормить. А потом пеленки постирать. Иди играй. Напишем еще. И не дуйся. Иди. Моня, Габи, я здесь. Что-то я вам хочу показать. А ну, вылезайте. Ловите мячик. Моня, ну? Габи, лови его. Ну? Ну, бей. Моня, что ты натворил? Иди сейчас же домой. Моня, как ты? Сузя, пойди-ка сюда. Что тебе от нее надо? Я думал, я думал посмотреть, как вы тут пишете. Ты что, дурак? Мы же только в классе пишем, а ты думал. Напиши-ка, нужен друг на целый день обращаться. Обращаться куда? Да сперва напиши. А что значит на целый день? Так говорят, а это значит с утра до вечера. Как писать день? С мягким знаком, как пень. Еще нужно написать, обращаться к... Как писать тебе ясно? Да. Зачем тебе это нужно? Да так. Ну вот, теперь она ест мое яблоко. Как это твое? Ты мне сам его дал. Я дал подержать, а ты съела. Спасибо. Завтра будет четыре. Нет, будет три. Пенье заболело. Постойте, ребята. Ее горло воно. Вы не видели мать-ти? Видели. Но большой переменник. Он просил нас написать смешное объявление. Ну, хорошо. Нужен пень на целый день. Нужен пень на целый день. Так дело не пойдет, мать-ти. Здравствуйте, дядя Клажин. Посмотрите, что это. Попробуй этим. Спасибо. Молодец. Так я все время чиню игрушки близнецам. Они их ломают, а со мной играть не умеют. Понятно. Ты ищешь друга, чтобы играть с ним. Да. Если бы я выиграл столько денег, я бы купил грузовую машину и друга. Нет, мать-ти. Это не выйдет. Друга купить нельзя. И много есть такого на свете, чего нельзя купить. Ни за какие деньги. Покажи-ка свой самокат. Время у тебя есть? Да. Зайди. А где здесь ты? А? Вот. Это я. Какой ты здесь смешной. Так это давно было. Настоящий Бенц? Это твой? Хозяйский. А я был слесарем и шофером. А фара откуда? Это мне кто-то подарил. Наверное, еще пригодится. А у нас дома таких вещей нет. Когда я что-нибудь приношу, мама говорит, у нас места мало. Она права. Здесь же мастерская. Здесь можно держать. А моему папе не нужна мастерская. Он только книжки читает. А мне очень нужна. А здесь мы завернем. Если тебе надо будет что-нибудь починить, приходи ко мне. Конечно, приду. Когда я вырасту большой, я стану делать настоящие грузовики. А вы какую машину на выигрыш купите? А зачем мне машину? А что же вы тогда купите на вашу тысячу? Да? А что бы ты мне посоветовал? Варбург турист. У него скорость 130. А ты в курсе. Ну, а теперь беги. Мама, наверное, ждет обедать. До свидания, дядя Клазин. До свидания. Завтра я опять приду. Мама, я был у дяди Клазина. Он выиграл спортлотор. Мы с ним здорово поговорили про машину. Потому что раньше он был шокер. Иди, мой руки, иначе все остынет. Ты же знаешь, что мы обедаем с 12. Садись. Приятного аппетита. И тебе тоже. Завтра я пойду к Диак Клазину. Вы уходите? Да, мать. Иду на работу. У вас теперь так много денег. Зачем же вам работать? А что обо мне подумают мои коллеги, если я не приду на работу? А школьники? А как же с политехническим образованием? Если на завод ходят школьники, так может, и мне можно? К станкам допускают только старших. Но ты ведь парень умный. Пойдем. Увидишь, чем мы занимаемся. Интересно. О, еще бы. Только надо позвонить твоей маме. Алло, Эрик, смену себе ведешь? А? А это мой друг, Матти. Будет делать грузовики. Правда, Матти? Да. Я иду звонить. Хочешь делать грузовик? Я еще, может, на грузовике шофером буду. Да, тебе хватит времени подумать. Наверное, Диак Клаз машину скоро купит. Он деньги в спортлото выиграл. Черт возьми, он об этом ничего не рассказывал. Эрик, ты что, в спортлото выиграл? Сколько? Завтра с тобой пиво выпьем, все расскажу. Пошли, Матти. Из меня слесарь не выйдет. Я эту проклятую технику терпеть не могу. Тихо, мастер. Извините, я немного опоздал. Это правда, что вы выиграли из спортлото? От всей души поздравляем. Передачи это имя. Это от всех нас. Очень рад за вас. Вам крупно повезло. Поздравляем вас. На вашем месте я бы купила машину. Мастер Клаз, а правда, что вы больше не будете работать? Ну что ж. Ну как же я могу? На кого я вас оставлю? Это Матти. Он хочет посмотреть, что мы тут делаем. Ну пошли, уважаемые. Дора, Дор, смелее в бой. Вам понятно? Понятно. А я? Да. Тебе к станкам рано еще. А вот готовые детали чистить будешь ты. Давайте работать. Ребята, следи за размерами. Чертеж, видишь? А размеры сверил? Нет. Хорошо. Работай, мать. Давай. За углами следите, да, повнимательнее. Затяни потуже. Ничего не выйдет. А ты спокойно, выйдет. Не толкайтесь. Поздравляю, Эрих. Как ты отгадал четыре цифры? Видишь ли, я раз попробовал, второй. Ну и повезло. Ох, мне бы так. Ну, дядя Клазов. Подожди, мать. Я приглашаю всех вас в кафе. Ух, мне бы так. Я приглашаю всех вас в кафе. Как? Я подал одно кофе. А она говорит, принесите два глиссе. Здесь семистазари. Ничего, устроимся. К сожалению, у нас нет свободных мест. Очень жаль. Что же нам делать? Что у вас, помолвка? Или день рождения? Производственный праздник. Устройтесь, пожалуйста. Да знаете ли, наш директор до шести кофейный зал открывать не любит. Но я попробую его уговорить. Значит, мы ждем. Все в порядке. Всегда надо помогать друг другу. Что вам принести? Значит так. Пятнадцать порций мороженого. А кто хочет кофе? Раз, два, три, четыре, пять кофе в пять. Пожалуйста. А можно автомат завести? Деньги есть? Нет. На. Спасибо. Устань. Салфинат. Салфинк. Устань. Бренд. Я ищите мать салфина. Бренд. Нет. Нет, не так. Вась. Хорошо. Мой演. КОНЕЦ 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 У нас не танцуют. Это очень печально. О, смотри-ка, лебедь. Идем скорее, дядя Класс. Ну да, тебе это не интересно. Здравствуй, Павль. Здравствуй, Эрих. Наконец-то ты зашел? Да, мать тебе интересуется машинами, а у тебя тут всяких полно. Смотрите, пожалуйста. Можно я в машину залезу? Нет, одному нельзя. Тогда пойдем вместе. Ты иди, мы с ним тут побродим. Скорей, дядя Класс, я чур-водитель, а ты мой помощник. Ты очень великодушен. Ну-ка. Оп. Так. 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 Пошли покатаемся на тракторе, теперь ты будешь водителем. О, я достаточно пошиферил, теперь твой черед. Теперь я посмотрю, что там. Дядя Класан, бегите скорей! Старая пожарная машина. Она тебе понравилась? Еще как, конечно. Поедем на ней? КОНЕЦ 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 Остановись, капитан. Ну, еще немножко. А что, если мы купим ее? А разве ее можно купить? Конечно, если тебе нравится. ПОКУПАЕМ МЫ МАШИНУ 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 И водить его буду я. Я сам нашел эту старую машину вместе с дядюшкой Клазаном. Опять новая игрушка? Нет, настоящий пожарный автомобиль. Мы его починим с дядюшкой Клазаном и будем кататься. Он так сказал. Ты папе письмо пишешь? Я нарисую ему пожарную машину, и мы ее пошлем. Уже поздно тебе, пора спать. Завтра будет некогда, ждет дядя Клазан. В виде исключения. Ах, какая она красивая. Только очень дорогая, такую не купишь. Наверное, дядюшка Клазан пошутил. Увидишь, он купит пожарную машину. Мне очень-очень нужна хорошая оценка почти. И мне тоже интересно, что я получу за диктацию. Подарили бы мне на день рождения очки для подводного плавания. Мы к морю едем. Подумаешь, не ты один. Мы тоже едем к морю на все лето в Болгарию. Не задавайся, я уже там был. Летал. На самолете. Эй, слушайте, завтра или послезавтра я покупаю пожарную машину. Ха, опять ты выдумываешь, мать. И вовсе нет. Мы завтра на выигрыш дядя Клазан купим и приедем со старым пожарным автомобилем. Да брось ты, никогда он ее тебе не купит. Купит себе новый варбур и укачет один без тебя. Перестань. А может, это правда? Ну и вот и оставайтесь с ним. Смоки прет, прет, прет. Недорого, вперед. Сами все увидите завтра. Ха! Динь-бом, динь-бом, Загорелся Кашкин-дом, Бежит мать и на цвета, Заливает Кашкин-дом. Динь-бом, динь-бом. Не болтай чепухи, я богат. Здесь 20 тысяч, 300 тебе на мотоцикл. Не могу я их взять, дедушка. Через год я сам накоплю. Или знаешь что, вот купи себе лучше автомобиль, хорошо? Нет, нет, все правильно, мой мальчик. Ну вот, все деньги отдали, А пожарную машину покупать не будем. Ах, это ты, мать-те, иди сюда. Это мать-те, мой друг. А это мой внук, Франк. Привет. А ну скажи, что это за машина? Заводная или нет? Помню, дед мне такую и делал. Нет, нет, на ней ездить можно. Да, да, да. У Фирлица на складе есть старая колымага. Ты знаешь, я всегда хотел наладить такую машину. В отпуске я смогу с ней повозиться. И мать-те. Ну что ж, раз ты надумал, делай. Такую редкость коллекционерам всегда нетрудно продать. Открой. Лучше ты открой. Выпьем за пожарную машину. Поехали. Успех, дед. Успех, мать-те. Можно погудеть? Посильнее. Ну, посигналь. Пожарная пожарная. Доброе утро, мастер Плязен. Доброе утро. С этой пожарной рухляди, ой, возни. Ничего, фрау Шперлинг. Но ведь вам теперь больше не нужно работать. Чепуха. Сегодня я встал раньше, чем обычно. Но вы же в отпуске. Если бы я столько выиграла, а? Ральф, а какая это фирма? Старинная. Теперь таких нет. Да не знаешь ты никакой фирмы. Знаю. А знаешь, так скажи. А вдруг она испорчена? Что вам здесь надо? Мы любуемся этим крокодилом. Это не крокодил. У нас сейчас каникулы, и мы подумали... Это наша машина, дядя Клазна и моя. Вы же мне не верили. Доброе утро. Здравствуй, мать. Ну вот, я готов помогать. Знаешь что? Садись за маленький столик в садике. И там хорошенько почисти. Смотри, что блестело. Угу. А это настоящие? Конечно. Отнесись как можно серьезнее. Угу. Твои ребята не хотят нам помочь? То есть как? Они со мной никогда не играли, не хотели верить, дразнили меня за пожарную машину. Ну, мать! Сузи, Пета, Ральф, заходите, вы будете помогать! Я буду красить! Сперва надо вымыть! Чего вымыть? Машки, на эти каникулы я еду отдыхать. В Порше высокие Татры. А что это? Татры это большие горы, высокие-превысокие. Смотри, не свались с этих гонок. А, не свалюсь. Ты всегда с собакой. А как же? А ну-ка, Кикик, поищи мышей. Ну, иди, иди. Так, следующая смена на покраску. Стой, мать, дай-ка сюда кисть. Посмотри, как это делается. Не окунай ее глубоко. И покрывай равномерно. Вы что, бригада гномов? Что за гномы еще? Мы дяде Клазну помогаем. Я так решила из-за этих шапок. Это пожарные каски. Здравствуйте, мастер Клазна. Я только хотела вас спросить, не можем ли мы вам помочь. Руди и Манфред подойдут. Это чудесно, что вы хотите нам помочь. Будет еще бригада. Привет, Моника. А вот и они. Здравствуйте. Здравствуйте, мастер Клазна. Что за этой старой машине? Это куда интереснее нашей практики. Пойдемте, покажу машину. Ну вот. Это старая пожарная машина, 1912 года, с правым рулевым управлением. Она на листовых рессорах. А фирма, которая выпускала такие машины, называется Пежо. Что ты, Рено? Нет, нет, Пежо. Да, это Пежо. Мощность 30 лошадиных сил. Скорость 60. Когда-то это была большая скорость. У нее четырехцилиндровый двигатель. Ясно? Даже большие, и то нам помогают. А как же? Петер, смотри, что с ней? Ха, она как пожарная машина. Смотрите, это рай. Что, опять работать? Да, а ты все рыбку ловишь? Да, целое ведро вчера наловил. Какой дурак тебе поверит? Идем лучше к дяде Клазну чинить пожарную машину. Рыбу ловить интересней. А из вашей колымаги толку не будет. Мать, иди играть в пожарную. Нет, у меня нет времени. Наденьте каски. Не знаю, что делать дальше. Генератор ни к чему. Вы теперь, наверное, скоро будете разъезжать на машине. А вот и не скоро. Электричества нет. Ах, вот это что. Пожарная команда готова. Спасибо. Горит второй этаж. Всем наверх. А еще раз. Можно вдруг загорится? Каратит где-то. Может, оторван контакт? Я уже проверил. Ничего не могу понять. Горит ты на втором этаже? Смотри, мать, и Ральф пришел. Ш-ш-ш-ш. Хочешь войти? Нет. Может, вам пригодится эта штука? Да заходи. Дядя Клазм, Ральф пришел. Откуда ты это взял? Я это нашел в песчаном карьере. Нашел. Сейчас мы не делаем. Принеси из сарай скобочки и попробуйте прикрепить сами. Послушайте, какой сигнал. О, это Франк на своем трофе. Прошел. Все в порядке. А? А, здравствуй, дед. Здравствуй, мальчик. Разреши представить, это трофе. Здрасте. Познакомься. Мой дед. 105, 110 километров в час. Вы студентка? Да. Ну как, доволен покупкой? Еще спасибо тебе, дед. Очень, но ты будешь бояться? Тобой мне не страшно. Ну, как ваша работа? Двигается? Да, в общем-то, все в порядке. Только не хотят гореть фары. Подержи. Посмотрим, что здесь такое. Включите зажигание. Теперь свет. Хватит. Мне нужна отвертка, вольтметр. И халат. Если можно. Я уже все проверил, барышня. Вряд ли вы что-нибудь здесь... Дед, она же знающий электрик. Вмиг докопается. Мы с дедом пока кружок сделаем, а? Конечно, только осторожно. Поехали, дед. Ну, а как же... Она сделает. Ну, ладно. Поехали. Управить. Управить. Вистину, в пятницу. Встал. 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 Вот вырасту, буду электриком. Ты же в цирке хотела выступать. Но ведь ты хочешь стать шофером. Угу. Все, сейчас попробуем. Ближний свет. Включить дальний. Общий. Готово. Мастер-классер удивится. Получилось классно. Не хватало, чтобы я с такой ерундой не сладила. Просто стыдно. Ну. Ма, я как-то в тропе. И я же к нам надо. Мы же скорость, скорость. Теперь полный порядок. Да. Да, полный. Мать, я здесь. Мама, у меня для тебя такая новость. И у меня. И у тебя тоже. Угу. Кто первый расскажет? Рассказывай ты. Пришло письмо от папы. Он завтра приглашает нас в Берлин. Он после обеда свободен. Как завтра? Это придется отложить. Мы испытываем пожарную машину. Я должен быть обязательно. Но он же ждет нас. Что нам делать? Смотри, Матти. Он, конечно, огорчится, когда узнает, что ты не приедешь. Ну, ладно. Я ему скажу, что ты испытываешь пожарную машину. Жаль. Мне очень хочется поехать с вами. Ну, дядя Клазин ждет меня. Я выбираю пожарную машину. Давай, удачи. Дядя Клазин, когда же мы поедем? В следующий раз поедете. Сейчас, сейчас. Скорей, 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 Скорей. Скорей. Скорей, 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 Скорей. Скорей, Скорей, Скорей. Скорей, 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 Скорей. Скорей, 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 Скорей. Я прокачу всех вас. Вы же пожарные, помогите нам достать мяч. Сбросьте его с крыши. Надо помочь. Конечно. На то и существует пожарная. Пожарная команда с машины. Манфред, Руди, снять лестницу. Держи. Поднимай, Руди. Левее. Так, так. Хорошо. Готово. Можно ставить. Кто полезет наверх? Ральф. Он лучше всех сможет. Хорошо. Брандмайор Ральф. Сюда. Иди сюда. А ты голова закружится! Тебе подтишаю, и шимоны же нас свалятся! Смотри поосторожней, Раш. Зелёный, красный, зелёный! Надо было мать! Я его достал! Ты достал! Да, что? Вошите лестницу. Спасибо, Ральф. Пошли, дети. А вы нас потом покатаете? Дядя Классно обещал. Пожарная команда на машину. 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 Руди, бери лопату и засыпай пламя. Ройте канаву, чтобы огонь не распространился. Моника и Петер, позаботьтесь о теленке. Хорошо. Остальные ко мне. Отвязывайте теленка и уводите его поскорей. Раскатайте шланг. Ой, он кажется хорош. Скорей, 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 скорей. Дай шланг. Быстрей, быстрей! Дядя Классен! Дядя Классен! Быстрее! Качайте! 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 Быстрее! Качайте! Вот туда, Мамфред, туда! Не подходите близко! Я кому сказал? Туда, лей! Все! Наконец мы потушили огонь! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Эй, смотрите, не утоните. Эй, смотрите, не утоните. Вот, господа, мы у цели, выходите. Здравствуйте, здесь таянка запрещена. К сожалению, это не моя машина. Увы, эта старушка появилась 50 лет назад. Чья это машина? Не знаю. Внимание, господа, нас ждет обед. Штраф 5 марок, состоянка в неположенном месте. Ваши документы? В неположенном месте не может быть. А где ваши водительские права? Видите ли, товарищ инспектор, у меня их нет. Вообще нет. Я не собирался заезжать так далеко. Без документов нельзя водить машину. Да. Строго запрещено. Да. Надеюсь, вам это известно. Разумеется, товарищ инспектор. Нам было очень нужно. Мы пожар потушили, дядя. Очень хорошо. Но порядок прежде всего. Я не могу вам позволить сесть за руль. Сейчас я позвоню в управление, и мы вас отбуксируем. Что будет? Ничего страшного, мастер Клазер. Прошите представиться. Мое имя Соренсон. Скажите, это ваша машина? Да. Это просто чудесно. Я очень интересуюсь такими старыми машинами. Это мое хобби. Видите ли, один момент. Не откажите в любезности показать мне вашу машину. У меня прекрасная коллекция. О, эта машина редкий экземпляр. Не продадите ли ее? А ну, ребята, пошли туда. Я заплачу, хорошо? Нет. Это невозможно. А мы же все ее вместе собираемся. Я отлично понимаю, какой это труд. Поэтому я плачу очень высокую цену. Разрешите посмотреть? Вандерфул. Что это он привязался к нашей машине? Ох, так. Может, вы назовете вашу цену? Да нет. Мы не продаем машину. Ну, пожалуйста, вы такой умелый мастер. Вы всегда здесь сможете приобрести подобную модель и починить ее. А для меня это редкий случай. Назовите вашу цену. Марти, ну как, продаем? Ведь эту машину выбрал я. Починили мы ее все вместе. Мы не можем продать ее. Мы уже пожар потушили. Настоящий. Мяч с крыши достали. Я вам дам много денег. И вы сможете купить, что захотите. Карусель, пони и все, что вы пожелаете. Нам ничего не нужно. Но нам нужна наша пожарная машина. Они не согласны. Извините нас. Разрешите мне ее сфотографировать? Конечно. Поведете машину сами. Я буду вас сопровождать. Хорошо, хорошо. Садитесь, ребята. Живо. Все сели. Не отчаивайтесь. В другой раз больше повезет. Прощайте. Дядя Класс, а этот инспектор разрешит нам на машине ездить? Видимо, придется нам сдавать на права мальчика. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok